Число жертв нападения на Акрокус-Сити-Холл продолжает расти. Уже больше 140 на этой неделе в больнице скончались несколько пострадавших. Среди них 35-летний Карен Ингибарян, который помогал эвакуировать людей из горящего здания и надышался дымом. Это выяснилось не сразу. Мужчина отправился домой, простудился и попал в больницу уже с острой инфекцией дыхательных путей. Судя по данным Следственного комитета, погибших в результате пожара больше, чем жертв самой стрельбы. Суд в Москве арестовал 9 человек по обвинению в совершении теракта. Это предполагаемые исполнители, мужчина, который сдавал им квартиру, бывший владелец машины, на которой приехали нападавшие, его брат и отец. Последний арестованный, как пишет РИА Новости, был задержан на следующий день после атаки за дерзкое поведение у Крокуса. Среди арестованных пятеро граждан и двое уроженцев Таджикистана. Сначала в этой стране отрицали причастность своих соотечественников к нападению. К концу недели источники сообщили, что местные спецслужбы арестовали 15 жителей Душанбе и Вахдата, которые якобы планировали атаки в Таджикистане. Их проверяют на связи с исламским государством и исполнителями теракта под Москвой. Российские власти продолжают попытки привязать к атаке на Крокус Киев. Следственный комитет в пятницу сообщил, что террористы поехали в сторону границы с Украиной, чтобы забрать там обещанное вознаграждение. Это идет вразрез со словами белорусского лидера Александра Лукашенко. Тот на днях рассказал, что нападавшие не смогли бы попасть в Беларусь из-за усиленных мер безопасности на границе. Они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинской границы, украинско-российский. Там молодцы ребята Бортникова, молодец он. Ребята с границы поднялись и вышли им навстречу. В следственном комитете ранее заявили, что исполнители теракта получали деньги и криптовалюту из Украины. В пятницу несколько телеграм-каналов сообщили, что по делу о Крокусе прошли обыски в офисах криптобирж в Москва-сити. Пресс-служба одной из компаний отрицает эту связь. Между тем, издание «Важная история» обнаружило криптокошелек, связанный с филиалом исламского государства Вилаяд Харасан. Со счета после теракта вывели сумму, названную во время задержания одним из подозреваемых. К эфиру присоединяется Роман Доброхотов, шеф-редактор The Insider. Роман, здравствуйте, спасибо, что нашли время. Добрый день. Новый срок Путина начинается со зверского теракта. Ну и справа спецслужб, потому что то, что произошло в Крокусе Тихоли, иначе и не назовешь. Спустя неделю картина восстановлена практически поминутно. Мы видим рассказы выживших, которые недоумевали, выбравшись из здания, почему нет полиции. И мы знаем, что силовики приехали на место тогда, когда крыша уже горела, и когда террористы покинули здание. Вот, Роман, помимо простого объяснения, что штурм не начинался, потому что боялись заминированных помещений или заминированных машин, есть еще какое-то объяснение? Да, я думаю, что это не объяснение отговорки про заминированные машины, потому что мы знаем, как ведут себя правоохранительные органы в аналогичных случаях в других странах. Да мы знаем даже, собственно, как в России, когда теракты были часто, в начале нулевых, как тогда реагировали. И такого, чтобы спецслужбы входили в здание через два часа после появления сигнала о террористах, такого не было никогда, это совершеннейший абсурд, конечно. И это говорит о том, что на самом деле просто не было нормальной системы оповещения, не было нормальной системы быстрого реагирования, потому что 10 лет уже не было терактов, и, видимо, полностью разложилась эта система, связанная с антитеррористической деятельностью. И не было только, собственно, оперативного реагирования, что мы все видели, но не было и системы предупреждения терактов, то есть попытки как-то предотвратить их за счет наличия какой-то информации. Информация была, она была публична, мы все ее слышали, мировые СМИ, западные спецслужбы, таджикские спецслужбы, все предупреждали Россию о том, что готовится теракт, но никакой системы, которая позволила бы, ну, например, усилить охрану публичных мероприятий, предупредить самих граждан о том, что такое может произойти и так далее. Ничего этого не было, никакого усиления не было, там стоят рамки на входе штук 50, рядом с ними ни одного вооруженного человека не было. Хотя я помню, начало нулевых, я помню, как это все было, когда теракты были регулярными в России, и тогда везде дежурили автоматчики. Я помню, кстати, и когда в Европе была серия терактов, тоже вооруженные люди всегда, имею в виду правоохранительные органы, всегда стояли у публичных каких-то скоплений, у массовых мероприятий. Вот, поэтому это, конечно, абсолютно разложившаяся система правоохранительных органов, это абсолютное отсутствие интереса по поводу того, как живут обычные люди и что с ними происходит. То есть Путин думает о своей безопасности, о надежности своей власти, он охотится там за оппозиционерами или там за украинцами, кем угодно, но вот когда его гражданам какая-то опасность угрожает, то это же просто жители России, кому они интересны. Роман обратил внимание, в интервью молодой человек, подросток, который работал в Крокусити Холле и спасал людей, вот он рассказал, что за неделю до теракта им проводили инструктаж и их предупреждали, что такое возможно, по сути, он поэтому и смог сориентироваться и вывести людей. Значит, не просто отмахнулись от этой информации? Ну, не очень понятно, кто проводил инструктаж. То есть если проводил инструктаж, собственно, кто-то из самого Крокусити, то, возможно, просто в самой организации нашелся какой-то умный человек, который просто новости читал и решил, что надо все-таки хоть так-то подготовиться. Но вопрос о том, что государство делало. То есть если бы государство, в принципе, проявило какую-то политическую волю, то поставить буквально на ряд полицейских, вооруженных автоматами у каждого такого большого местного скопления людей, там, не знаю, там, стадион, большой концертный зал, или если какое-то мероприятие публичное на улице проводится, но это вообще, в принципе, ничего не стоит. Вообще Россия страна с невероятным количеством полицейских, и особенно в последние годы, то, естественно, пройти, не знаю, по Кушкинской площади рядом с фонтанами, где обычно люди отдыхают, там обязательно стоит ОМОНовский автобус. Уже много лет. То есть, в принципе, люди привыкли к тому, что полицейские везде. Но вот там, где они действительно нужны, их почему-то не оказывается. А почему? Потому что, на самом деле, эти полицейские стоят, чтобы митингующие не выходили, чтобы там протестов никаких не было. А вот по поводу террористов никто совершенно не думал из властей, и это хорошо видно, например, по заседаниям Национального антитеррористического комитета, возглавляемого абортником главы ФСБ. Они там два раза в месяц проводят какие-то свои публичные мероприятия, конференции, куглые столы и так далее. Можно просто посмотреть на сайте темы этих мероприятий. И вот там совершенно не бывает никаких мероприятий, связанных с исламским терроризмом. Там есть что угодно. Там есть... Они там, значит, журнал «Спасайка» выпускают для детей. Они про украинских фашистов там рассказывают, про оппозиционеров, про нормального они там рассказывают, а про ИГИЛ и настоящую угрозу России никто как бы даже и не думает. Вот вам результат. Хорошо. Вот давайте как раз о версиях. Я не хочу обсуждать версию об украинском окне, потому что она несостоятельная. Да и Лукашенко, в принципе, помог ее окончательно дискредитировать, скажем так. ИГИЛ-К или Вилояд-Харасан, вот к этой группировке ведут все ниточки. Вы с этим согласны? Да тут даже... Я бы не назвал это ниточками, когда сам Вилояд-Харасан признает, что они это сделали, когда сами западные спецслужбы предупреждали, что это будет ИГИЛ. Да и Россия, в принципе, то есть Путин не отрицает причастности ИГИЛ, просто он пытается сюда же как-то привязать еще и украинцев из Запада. Так что то, что это Вилояд, в общем, в принципе, понятно. И самое главное, что они такие акции, во-первых, постоянно делают и делали в отношении России уже. То есть, например, там была акция в Кабуле против российских дипломатов, было много акций против российских союзников, кавычка, да, путинских союзников в лице Ирана, например. То есть это война, которая идет постоянно, угроза идет постоянно. Она, кстати, не ушла, то есть ирак могут повторяться. И просто об этой войне как-то россиянам не говорят, потому что уже много лет назад Путин заявил о том, что мы ИГИЛ победили. Вот только в публичном пространстве все, ИГИЛ нет, он побежден. На самом деле эта война идет очень активно, у нее много жертв. И в России, и в Иране, и в Сирии, и в Афганистане. Так что просто вот таким кровавым образом террористы напомнили о том, что вообще-то российские СМИ не совсем адекватно описывают реальность своим гражданам. Роман, а что дальше? Вот учитывая, что версия с украинским окном свернулась, Путин признает провал или сделает все для того, чтобы как-то вообще поскорее отвлечь внимание общественности от этого теракта? Если так, то каким образом он может это сделать? За 24 года я не помню ни разу, чтобы Путин признавал хотя бы какую-то свою ошибку. Более того, он специально делает все так, чтобы не привлекать внимание ни к чему, что могло бы, из чего можно было бы сделать вид, что он исправляет ошибку. То есть, например, если он увольняет каких-то своих подчиненных, которые напортачили, то он обязательно делает это через какое-то время, когда внимание не отвлечено. То есть даже если он сам понимает, что это ужасная ошибка и что все было сделано просто, отвратительно, все перемены будут делаться таким незаметным образом и тогда, когда люди этого максимально не заметят. Так что, возможно, будут какие-то там кадровые перестановки, но понятное дело, что он не может жертвовать такими людьми, как Бортников и Патрушев, потому что из них, в принципе, состоит система, на ФСБшниках она держится. И для Путина, мне кажется, в его менталитете то, что там погибли какие-то граждане, ну мало ли, у него там в войне гибли каждый день по сотен человек, ну а здесь в теракте погибли пару сотен человек, столько, сколько за день. То есть для путинской математики это вообще не цифры. Так что просто для него нужно, чтобы скорее люди про это забыли, раз они все равно протестовать не могут из-за нынешних диктаторских правил, ну так и значит никакой проблемы нет. Я не думаю, что он сильно переживает в целом по этому поводу, в отличие от всех нас. Так что вряд ли он будет как-то особенно реагировать. Пресса Путина уже отреагировала, она уже рассказала про коварных украинцев и свалила всю вину. Мне кажется, что для Путина в целом эта тема закрыта. Вот если бы, конечно, пресса продолжала каким-то образом к этому возвращаться, как это было после предыдущих терактов, после абсолютно провального теракта в Беслане, в Норд-Осте, где погибло огромное количество людей, тоже опять же потому что ФСБшники очень плохо готовились, очень плохо реагировали. Но тогда была пресса, которая просто была заноза в задницу у Путина. И это, кстати, отчасти была причина, почему так быстро цензурировались СМИ, и шла закрутка гаек, потому что вот эти темы как раз вот тогда, в начале нулевых, были сами болезненными. А теперь все, уже зачищать некого в России. СМИ остались только в интернете, в лице, не знаю, Ютуба и каких-то сайтов, которые работают только через VPN. Но над этим и так работа ведется, то есть Путин и так собирается это перекрывать, закупает соответствующие технологии для глубокой инфильтрации трафика, проводится эксперимент. Я думаю, что Ютуб, скорее всего, в ближайший год будет закрыт. Поэтому, в принципе, вряд ли это будет из-за теракта, это просто будет, потому что есть такая стратегия у Кремля. Роман, большое спасибо за включение, всегда рада вас видеть. На Молдову 1, до встречи. Спасибо, приглашайте.